Небольшое объявление перед тем, как начать. Благодаря официальной группе SCP Foundation у нас вновь возникла возможность провести небольшой розыгрыш. На кону артбуки. Первое место. Комплект из трёх артбуков. Второе место. Один том на выбор. Чтобы принять участие, вам будет необходимо Первое. Подписаться на ВК-группу SCP Foundation. Второе. Лайкнуть пост с этим видео в группе SCP Foundation. Третье. Оставить комментарий под постом с этим видео. Победителей двое. Объявим 17 июня 2020 года. Всем удачи! Ваши Маршал, Картер и Дарк Лимитед. Все ссылки в описании. Задействованная SCP. SCP-093. Дата 2000. Описание. В часов возле камеры хранения SCP-093 была задержана женщина средних лет с короткой стрижкой, далее именуемая как Субъект. Субъект был одет в лаборантный халат научного сотрудника. На правой руке и спине были обнаружены тёмно-коричневые пятна неизвестного происхождения. У Субъекта был изъят SCP-093, окрашенный в серебряный цвет, и возвращен в камеру хранения. Субъект был доставлен в помещение для дальнейшего допроса. Сопротивление при задержании не оказывал. Ход допроса был зафиксирован на видеокамеру. Ниже приведена расшифровка допроса. Субъект сидит неподвижно, пока в помещение не заходит трое мужчин. Допрашивающий. Агент Джеффри. Как вы проникли в хранилище? Ваше имя. Вы не Майя? Я отказываюсь говорить с вами. Вы не в том положении, чтобы указывать. Я буду говорить только с женщиной. Допрашивающий продолжает задавать вопросы, но субъект никак не реагирует. Сотрудники уходят и через некоторое время в помещение приводят доктора Джессику. Как вы проникли в фонд? Кто вас послал? Я не помню. Как вас зовут? Арлин. Мисс Арлин, вы можете сказать, для чего вам понадобился SCP-093? Нет. Вы понимаете, что вы нарушили закон? Мы могли бы облегчить вашу участь, если вы поделитесь полезной для нас информацией. Вы можете хоть что-то рассказать? Да. Для чего вы использовали SCP-093? Вы проходили сквозь зеркало? Да. Расскажите, что вы там видели? Что с вами происходило, пока вы находились по ту сторону? Поймите, я хочу забыть все это. Я хочу отдохнуть. Я еле оттуда выбралась. А вы хотите, чтобы я опять вспомнила все это? Для этого мы обе здесь. Можете не торопиться. Но я хочу услышать все детали. Судя по всему, вы от меня не отстанете. Ладно. Субъект встревоженно оглядывается по сторонам, пару минут колеблется и начинает говорить. Я попала в душное, темное помещение. Хоть глаз выколи, если бы не тусклая серебряная лампочка, которая то и дело мигала над головой. Было достаточно тихо, за исключением раздражающего гудения. Вокруг валялись пустые коробки и прочий хлам. Вскоре мои глаза полностью привыкли к темноте. Я разглядела дверь лифта. Подойдя к нему, я нажала на кнопку и стала ждать. Наконец, двери лифта открылись. Я зашла в кабину и нажала первую попавшуюся кнопку. Надписи или цифр там не было. Я так и не поняла, куда ехал лифт. Вверх или вниз. Когда его двери открылись вновь, в нос ударила адская вонь. Я даже не хотела выходить, но нечто вытолкнуло меня из кабины. И лифт уехал. Что именно? Я не знаю. Может быть, нет. Это было похоже на руки. К моей спине словно прикоснулись ледяные ладони. Но странность в том, что в лифте я была одна. Оглядев этаж, я заметила, что вокруг нет ни одного окна. А судя по вуне, вентиляция была сломана. По полу было протянуто множество проводов и кабелей. Многие из которых были порваны. На стене висела доска с затертым расписанием работы сотрудников лаборатории. Я пошла вперед по тускло подсвеченному коридору. Вокруг было много дверей с различными табличками, но я не могла прочесть ни единой записи. Все вокруг было исцерапано, словно разодрано когтями. Я зашла в первый попавшийся кабинет. Там стояли компьютеры, и почти каждый из них был покрыт зловонной коричневой жижей. Их мониторы были выключены, но из-за этой жижи было сложно что-либо рассмотреть. Внезапно я услышала топот и сипящее дыхание. Кто-то стремительно пронесся по коридору мимо меня и скрылся в одном из кабинетов. Дальше... А дальше звон стекла, виск, рычание, звуки борьбы. Что-то грохнулось. Я побежала посмотреть, что там происходит, но обнаружила кучу осколков и кровь, которая разбрызгалась по стенам, словно ее владелец взорвался. Испуганная, я побежала к лифту. В голове была каша, я не хотела знать, кто или что убило то несчастное создание. Еще меньше я хотела встретиться с этим монстром. Лифт открылся, и я стала жать на кнопки, чтобы поскорее уехать с этого этажа. Снова раздалось сипящее дыхание. Нечто большое, смахивающее на... Даже не знаю, но страуса с огромной пастью бежала на меня. Я едва протиснулась с закрывающейся двери лифта. Она с грохотом вылетела в закрытые двери и издала такой пронзительный крик, что сердце сжалось от страха. Вы видели какие-то другие странности? Да, я осмотрела еще несколько этажей. И на некоторых из них были инкубаторы, огромные колбы, наполненные той самой коричневой жидкостью, в которой плавали разные уродцы, отдаленно напоминающие людей. Некоторые из них были живыми, другие нет. Еще я нашла доску и журналы с записями. Мисс Арлин, постарайтесь вспомнить, там были какие-то записи? Да, там были записи об экспериментах, но почти все было зашифровано разными символами. По крайней мере, я думаю, что это шифр. Я мало что помню, но очень часто встречался символ рук, сложенных в молитве. В какой-то момент я начала задыхаться от вони. Голова закружилась, и я облокотилась на стену. Не знаю, сколько я так стояла, но тут, сквозь шум в голове, я услышала отчетливое сопение и пощелкивание, а после ощутила, что по спине стекает что-то теплое. Я подняла голову и увидела нечто отвратительное, страшное. Оно сидело на стене и не сводило с меня глаз. От страха я закричала и помчалась наугад. Я четко слышала, что она бежит за мной и оглушительно стрекочет, словно зовет кого-то. Тут все вокруг начало дрожать. Потолок буквально посыпался мне на голову. До меня стали доноситься страшные голоса и рычание десятков разных существ. Я уже побежала к лестнице, но одного взгляда на нее хватило, чтобы вогнать меня в ступор. Кругом было море крови, в которой плавали трупы людей, оторванные конечности, внутренности. А посреди всего сидело чудовище, бесформенное, покрытое слизью. Я начала отступать, но оно услышало меня и повернулось. У него не было глаз, но был огромный рот, из которого торчали человеческие руки. Оно хотело схватить меня, но я бросилась прочь. Все как в кошмарном сне, все как в кошмарном сне. Какофония звуков, сводящих с ума, мерцающий свет, тряска и страх, что тебя вот-вот сожрут. Я чудом добралась до лифта и стала жать на все кнопки. От тряски кабина мотала из стороны в сторону. В какое-то мгновение я увидела вокруг себя несколько темных фигур, которые указывали мне на одну из кнопок. Не раздумывая, я нажала ее, и лифт тут же поехал. Так я и вернулась. Мисс Арлин, есть ли еще что-то, о чем вы можете рассказать? Это все. Больше я ничего не помню. Хотя и это я предпочла бы забыть навсегда. Надеюсь, мы закончили. Простите, но это еще не все. Мне необходимо провести... На записи появляются помехи. Звук пропадает. Когда изображение восстанавливается, видно, что субъект скакивает с места и несколько раз бьет сотрудника в солнечное сплетение. Доктор сгибается пополам и падает на пол. Субъект удаляется из камеры допросов, оставив на своем месте визитную карточку Андерсон Роботикс. На этом запись обрывается. Во время побега субъект нанес увечья охранникам с помощью шариковой ручки доктора. Предположительно, субъект покинул зону с помощью... Через... Минут после завершения интервью. Розыск субъекта результатов не принес. В настоящий момент местонахождение неизвестно. Продолжение следует... Продолжение следует...